Символ истории лесозавода появится в Наринмаре. Памятник в честь тружеников старейшего предприятия округа возведут в рамках сотрудничества администрации округа с нефтяниками. Необходимые средства на его создание и установку будут выделены компанией «Лукойл». Соответствующее решение было принято накануне на заседание администрации. Такому подарку особенно обрадовались те, кто отдал почти всю жизнь этому предприятию. Поделиться общей радостью бывшие сотрудники лесозавода решили с нашей телерадиокомпанией. На встрече, которая прошла на улице Юбилейной, где в дальнейшем будет установлен памятник, многие из них не смогли сдержать слез. Я не хочу судьбу иною. Мне ни за что не променять ту заводскую проходную, чтобы люди вывела меня. Вот только я это могу сказать. Начать заплачивать. 39 лет проработала на лесозаводе Эльза Шутковская. После окончания Архангельского техникума попала по распределению в Наринмар. ИСАА же вклинулась в эту работу. Была неосвобождена секретарем комсомольской организации. Комсомольцем было около 200 человек. А потом уже перешла непосредственно работать в цеха. Работала в мелочном отделении, вырабатывали тарную дощечку. А потом меня перевели уже бригадиром этого участка. А потом я уже попала работать в производственный отдел. А потом уже перешла в отдел кадров. Вот тут-то я со всеми вообще была. Всех знала людей. Всех знала и их работу, и их отношение к работе. Сегодня у Эльзы Ивановны на глазах слезы радости. Ведь совсем скоро у таких же неравнодушных к истории старейшего предприятия округа появится общая гордость. Памятник труженикам Печорского лесозавода. Именно ветераны стали инициаторами его установки. Когда мы услышали это известие, конечно, уже как бы бальзам на душу. И какое-то успокоение пришло, потому что мы очень волновались. Всё-таки уже с 13-го, считай, года вот это идёт полемика по этому памятнику, по установке этого памятника. Значимость его мы все понимаем. Да и не только, наверное, заводчане, и городские, и наши близлежащие сёла, посёлки. Все они строились на филометриалах. И не только близлежащие сёла. Продукция предприятий была известна на весь мир. 114 лет назад товарищество Стелла Паларе открыл норвежский подданный коммерсант Мартин Ульсен. Место в низовьях реки казалось перспективным. По Печоре было удобно сплавлять лес до Наринмара с делянок в коме. А морской путь открывал дорогу в иностранные порты. Предприятие получилось выгодным и было технически продвинутым. Уже в 1904 году цеха освещались электрическими лампочками. В 1905-м на средства для рабочих и служащих завода была организована церковно-приходская школа. В 1947-м появляются два первых автолесовоза. Строится клуб «Яслисад Прачечная». На балансе завода находятся 49 жилых домов. И у предприятия большие производственные перспективы. Но рассвет лесозавода пришёлся на советский период. Особенно 70-80-е годы. В те времена там трудились 2000 человек. После перестройки Печорский лесозавод закрыли. Но остались люди, отдавшие почти всю жизнь родному предприятию. Дело в том, что пока собираются этот памятник поставить, сколько уже людей ушло в юной мир. Как бы все хотели прочитать свои фамилии на этом памятнике. Но всё равно остались дети, внуки, правнуки. Будут приходить и будут читать фамилии своих дедов, прадедов. Окружные власти просьбу лесозаводчан услышали. Памятник в честь таких же простых тружеников, как Марина Чебыкина, возведут в рамках сотрудничества администрации округа с нефтяниками. Данное мероприятие предполагается реализовать средства недопользовательными путём в рамках соглашения по социально-экономическому развитию региона. Стоимость мероприятия составляет 15 млн 551 рубль 99,10 рубля. В декабре минувшего года в ходе открытого конкурса на лучший эскиз памятника комиссия выбрала проект художника из Культора и Смоленска Игоря Чумакова. Согласно эскизу, памятник будет представлять собой образ временной спирали. Виток истории от начала создания лесопильного завода, товарищества Стелла Полярия и в завершении его производственного пути, уже под названием «Наринмарский лесозавод». Композицию увенчает образ полярной звезды. Местом для установки памятника определён сквер на улице Юбилейной. Планируется, что долгожданный подарок лесозаводчане получат не позднее 30 ноября этого года. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...